Работник, выбравший электронную трудовую книжку, не сможет вернуть бумажный вариант. Зато передумать в обратную сторону можно. Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января 2020 года. Сотрудник имеет право сделать выбор между бумажным и электронным носителем по письменному заявлению. Диетологи назвали самые вредные продукты для людей старше 30 лет. Их употребление сможет спровоцировать развитие рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. В первую очередь эксперты советуют забыть про ароматизированный йогурт вошел в список вредных продуктов и белый хлеб. Ради здоровья также придется отказаться от магазинной выпечки. Кроме того, не рекомендуют покупать пакетированные соки. 70% пользователей сервиса MyBook планируют посвятить книгам гораздо больше времени, чем обычно в связи с самоизоляцией и переходом на удаленный режим работы и обучения. Лидерами среди произведений, которые россияне планируют прочитать или прослушать в ближайшие несколько недель, стали книги короля ужасов Стивена Кинга, а также роман антиутопия Атлант расправил плечи от Айн Рэнд.